ДИМИТРОВСКАЯ СУББОТА В ЮГРЕ В нашем обруге он проходит с 2005 года, выделился под названием как Димитровская Суббота в Югре с 2016. То есть вы говорите выделился сначала, он был под таким патронастом, скажем, большого фестиваля Димитровская Суббота, где самое главное мероприятие, большое российское мероприятие, это уже проходило в Тюмени. Сейчас это отдельный взрослый фестиваль, самостоятельный. В этом году в Ханты-Мансийск уже съедутся лучшие, правильно, со всех муниципалитетов? Участвовало более 20 городов и поселений, около 150 коллективов. Где-то человек 600 вышло на сцену, чтобы в первом отборочном этапе прослушаться. И жюри выбрало лучших и направило сюда, в город Ханты-Мансийск. Сколько же их этих лучших? Выбрал немножко уставшие и посидимшие жюри 600 человек. 600 человек прослушать. Ну, приедет более 30 коллективов. 30 коллективов? 30 коллективов. Это тоже немало. Хорошо, но 30 коллективов будут петь военно-патриотические песни. Они, понятное дело, волнуются, переживают. Но всегда встает вопрос о тех людях, кто их оценивает. Кто в этом году будет оценивать участников из муниципалитетов? Мы специально подобрали с различных областей направления. Это оценивает и духовно-нравственное содержание представителей пархии. Это оценивает и профессиональное содержание народного пения или академического пения по направлениям жюри. Но это жюри, представители, которые и сами участвовали, и были множество раз и лауреатами международных конкурсов, и призерами. Поэтому будут достойные жюри, которые будут достойные и честно оценивать. То есть их мнение уже будет авторитетно, бесспорно и окончательно. А направлений получается два. Правильно, вокальное искусство? Какое народное? Направление по возрастам номинации и по исполнению исполнителей песни, на которой выступает один человек, или вокальные группы, где выступает более чем два человека. То есть вне зависимости от того, что это классические пения или народные пения, тут исключительно оценивается сольная или групповая? Мало того, мы еще предоставляем возможность. Мы делим на две группы. Первая группа – это те, которые профессионалы, это специальные школы, искусств. А другая группа – это те, которые только начинают. Это в школах общеобразовательные, которые чисто на энтузиазме выходят и собирают. Любители, да? Потому что две группы совмещать будет, наверное, сложно. И мы дали возможность, чтобы и те, и другие выступили и получили призовые места. Конечно. Ну вот, опять же, большой фестиваль, так как окружная столица примет уже такой заключительный этап. В любом случае, после того, как фестиваль становится самостоятельным, под какой-то эгидой, при поддержке кого-то, он должен проходить. Кто сейчас уже поддерживает самостоятельный фестиваль «Димитровская суббота» в Югре? Кто организовывает? На сегодняшний день их три. Это Хантамансийская епархия, это Департамент культуры и общественная молодежная организация «Югра молодая православная». Если мы говорим о том, что это фестиваль молодежный, то какой возрастной ценз, какой порог? От 14 до 30. До 30 лет? До 30 лет. То есть, пожалуйста, Марин, не грусти. Почему же чуть-чуть вы побольше? Не грусти, но твой вокал останется неоценен. Хорошо, попробуй это пережить. Скажите, вот интерес к фестивалю год от года растет, если сравнивать с предыдущими, например, годами? Больше участников становится? Да, потому что тема патриотизма, мы не можем не сказать, она набирает обороты. Если мы прослушивали две песни, чтобы успеть в течение дня, то сегодня мы перешли на то, чтобы одну песню послушать. И это, наверное, говорит о том, что времени нам уже не хватает. Чтобы прослушать всех желающих. Ну, это здорово, что интерес мероприятия растет из года в год, участников прибавляется. Я думаю, что сейчас все те, кто заинтересовались, задают себе вопрос, когда и где, собственно, еще раз состоится гала-концерт, когда можно будет прийти всей семьей и прекрасно провести время. Приглашайте. В нашем досуговом центре в октябре, завтра, 24 ноября, в 16.00 состоится гала-концерт, на котором будут выступать уже лучшие из лучших, и на которых всех вас, братья и сестры, приглашаю. Спасибо вам огромное, что пришли. Хорошего фестиваля нам всем, дорогие друзья. С гостем прощаемся. С вами живемся две-две с половиной минуты. Дождитесь.